Девушки отдыхают 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 Потом ты спотыкался и падал. Вот есть один человек, он с 14 лет типа в церкви. Его нет в этом зале, он не в нашей церкви, поэтому успокойтесь. Не спрашивайте, не я ли Господи. И он много-много лет в церкви, но все его годы – это грех, это наркотики, это падение, это аморальность. И после этого что мы можем говорить об основании этого человека? Объясните. Там неправильное основание. Потому что правильное основание – это вот как педелику принца пришел и на 180 градусов отвернулся от греха. На 180 градусов развернулся в другом направлении, пошел в другом направлении. Вот это правильное основание. Перестал служить себе и стал служить Господу. Вот это правильное основание. возлюбил Бога и людей больше, чем себя вот это правильное основание понимаете, а когда что-то не то в основании, очень важно уже и так все плохо но когда есть надежда когда на каком-то этапе вдруг тебя озарит основание-то у меня неправильное потому что от бесконечного мятежа от бесконечного спора с Богом, я-то должен был освободиться 10 лет назад и не позволять себе многие вещи я должен был еще 20 лет назад а я это не сделал и это тоже неправильное основание описание говорит, когда разрушены основания что сделает праведник тут очень это псалом, поэтому здесь поэтически можно сказать так если в какой-либо жизни не разрушено основание какой бы ты ни был праведник, пастор, Алексей какой бы ты ни имел помазания как бы ты как бы ты не знал слово, что надо говорить в жизнь этого человека пастор Станислав ты ничего как праведник не сделаешь потому что у человека разрушено основание и он даже будучи если он себя считает праведником но у него разрушено основание он как праведник ничего не может сделать значит смотрите вот эта фраза когда разрушены основания что сделает праведник давайте прочитаем весь псалом он очень важный это псалом 10 он коротенький псалом тут 7 стихов потому что вот эту фразу очень важно смотреть в контексте значит на Господу уповаю как же вы говорите душе моей улетай на гору вашу как птица да ну то есть это образно да то есть смотрите какая это опасность и Давиду говорили убегай на гору беги как птица сваливай это псалом Давида это за ним гнался Саул и металл копья и наверняка люди ему говорили ты должен спрятаться ты должен убежать а он говорит ребят а я на Бога уповаю а почему вы мне говорите вот нечестивые натянули лук стрелу свою приложили к тетиве чтобы во тьме стрелять в правых сердцах знаете у нечестивых есть одна особенность они стреляют не в нечестивых они стреляют в правых сердцах если у тебя правое сердце и в тебя стреляют нечестивые Если ты ходишь перед Господом И на Него уповаешь То тебе не надо, как птица, улетать на гору Тебе надо просто уповать на Него И Он защитит Когда разрушены основания, что сделает праведник? То есть, по сути, здесь речь идет о испытаниях Вы знаете, когда проверяется основание Или даже давайте так, неправильно Проверка основания – это все-таки, наверное, некий тест А вот когда идет вся нагрузка Когда действительно идет прессинг Во время сложных ситуаций То есть, по сути, прессинг этой жизни Испытания этой жизни Трудности этой жизни Поэтому у нас сложное время У нас непростое время Непростое время в стране, в мире Но, по большому счету Уже, наверное, я не знаю, с какого времени считать С 11 сентября, братья Близнецов С разных локальных войн С революции 2014 года С пандемии 2020-го Уже в пандемии 2020-го я говорил, что мне, как духовному человеку С точки зрения Библии, видится это все Как звенье одной большой цепи Под названием Jesus comes soon Иисус грядет скоро Время, мир готовится к пришествию Христа И Матфея 24-й глава говорит, что всему этому надлежит быть Не ужасайтесь Есть упрямцы, которые до сих пор верят Что доллар будет опять 30 Вот И болезней никаких не будет Упрямцы Примите Христа Бог исполнит ваше желание И на небе Доллар вообще будет ноль И на небе печали не будет И болезней не будет И если ты готовишься на небо Поблагодари Бога, что ты когда-то там будешь И ты ощутишь эту сладость Ты ощутишь эту сладость Отсутствие страха Отсутствие подлости Отсутствие проблем, одиночества И всего прочего Там не будет слез Там не будет печали В дизайне Божьем нету заблуждения Разные песни говорят об этом Вы знаете Давид пишет об основании Но он пишет О том, что Его преследуют нечестивые Вот когда приходит прессинг Это, конечно, тоже проверяется основание Могут обстоятельства быть Может быть смерть самого близкого человека Вы понимаете, друзья Мы Наше основание будет испытано Это важные места писания И я сегодня не о важности основания Я сегодня о том, когда основание неправильное Я как бы уже высшая математика Ну вот смотрите, вот вы знаете У нас было время Это место писания В 12-м году Три проповедника Проповедовали подряд Три воскресения По одному и тому же месту писания Известных Матфея, 7 глава, 24 стих Итак, всякого, кто слушает слова Моисея Исполняет их Уподоблю мужу благоразумному Который построил дом свой на камне Пошел дождь Разрелись реки Подули ветры Устремились на дом тот И он не упал Потому что Основан был на камне А всякий, кто Слушает сии слова Мои И не исполняет их Уподобится человеку безрассудному Который построил дом свой на песке Пошел дождь Разрелись реки Подули ветры Наперла пришла Налегли на дом тот И он упал И было падение великое Мы про наперлых все знаем. Здесь говорится о том, что правильное основание закладывается в жизни тех, кто не просто слушает, но реально исполняет. Да, я помню этот момент. Я могу сказать, в нашей церкви выделить это время университетов. Назвать это как бы, это период школы нашей церкви, когда проповедовалось самое лучшее учение. Я вам точно скажу. Знаете, почему я вам скажу, что у нас всегда было правильное учение в церкви. И я не боюсь это сказать. Я повторю это много раз. Потому что никогда в нашей церкви не проповедовал и не учил и не утверждал основание один человек. Скажите мне еще, пожалуйста, в городе Кемерово церковь, которая настолько всегда была открыта к разным проповедникам. Даже не то, что лайф-скул. Знаете, лайф-скул, сколько там уже проповедников. Понимаете? И было время, вот основание, когда вот оно строилось, когда говорилось правильные вещи. Но ведь в этом-то и фишка, что Павел говорит, Иисус через Павла говорит, первое послание к Коринфянам, третья голова. И он говорит, я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, я подмазываюсь к Павлу. Вы можете так сказать? Выйдите, скажите. Я 30 лет служу. Вы чем 30 лет занимаетесь? Последние 30 лет. Я 30 лет со своей женой служу. И последние 30 лет я и делал, что закладывал основания в нашей церкви, в разных церквях. Кузбасса, России, разных церквей, разных стран. Сто процентов ты меня умнее и мудрее, и ты больше планет посетил, чем я. Ты и на Марсе еще закладывал основания. Я только на Земле. И я могу сказать, как Павел, что я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основания. Положил основания в Березовском, поэтому сегодня это видят наши пасторы Алексей и Ксения. И в разных городах. Потому что написано, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Я никогда не видел другим основанием никакого учения, как учение о камне Иисусе Христе. Друзья мои, надо признать, многие из вас, они пришли с плохим основанием. Это не основание прошлой жизни. Древнее прошло. Мы вообще прошлую жизнь не обсуждаем. Я говорю о христианской жизни. Что такое религия? Это когда правильные слова, это когда все правильно, а жизни нету. И это говорит о неправильном основании. По сути, апостол Павел говорит о каком-то там гамолилии, гамолилил, гамолилил, гамолилил. Мы посмотрели потрясающий фильм про апостола Павла. Вот знаете, хороший. Он такой чуть-чуть нудненький, но он прям теологически хорошенький. И он очень, да? И он режиссерский такой. Нет, есть Павел другой. А это прям вот, вот этот мне понравился. Я прям, вы знаете, его прям две серии, я прям сел так, и прям так серьезно его посмотрел, да? Там какой-то человек, которого нет Библии. Я так понимаю, что его нет Библии, который его вот так вот, то есть, понимаете, там такая мысль, что его в руки императора все-таки свои-то и предали. Свои. То есть человек, который с ним из фарисеев был, он, ну вот были два друга, служили два товарища фарисейству. Один обратился, Павел, они были два закадричных товарища, что даже рукопашные эти, даже в боях там участвовали, в этих состязаниях, и друг с другом конкурировали. Вот этот фильм, да? И он его потом всю жизнь преследовал, и он так его и загубил. Он так его, в принципе, императору и сдал. Если, знаешь, свои не сдадут, император не возьмет, это точно. И интересные моменты там такие, знаете, то есть он, он, во-первых, совсем немножко другой, чем его рисуют во всех фильмах. Он какой-то спокойный такой, он какой-то такой немножко другой, Павел, да? Но, смотрите, по сути-то, в его жизни же тоже было божественное основание. Вот что я хочу сказать. Он сидел у ног вот этого Галилея, вот этого Гамалилея, да я понял вот этого, Галилеянина. Гамалилея, который в фильме защищает Павла, будучи фарисеем, и он даже сказал в одном месте, я не верю, что Иисус Мессия, но он увещевал этого второго человека и говорил, то, что ты хочешь его уничтожить, то, что ты его ненавидишь и говоришь, что с тобой Бог, если есть хоть какая-то доля ненависти, если есть огонь в глазах, когда человек хочет причинить боль, зло, унизить другого, он никогда ты не можешь сказать, что человек служит Богу. И вот этот вот Лилил, вот этот вот, он пытался ему это объяснить, но он так его не услышал, он так его не услышал. И он у его ног учился, основание закладывалось, то есть у апостола Павла, у Савла было основание, поэтому он влачил мужчин и женщин, за волоса, взял письма и шел в Дамаск. И в Деянии 9 главе что произошло? Крушение основания, дорогой мой, особенно если у тебя был религиозный опыт. Ребят, поймите, просто мы еще такая церковь, мы сильно открыты к людям, ну давайте честно, давайте так, ну много людей приходит и много людей уходит, почему? Потому что люди не пересматривают свое основание. Мы по сути видим, что вот они, вот они 10-15 лет, данные каждому человеку, ведь нету ничего нового. Смотрим, там было реально неправильное основание, ведь оно неправильное, ведь у Савла было неправильное основание, но он же верил, что он Богу служит, но мы же видим, что там нету основания, если он влачил мужчин и женщин, ну и что, что они христиане, ну окей, пусть они будут сектанты, и пусть они будут даже неправы. Да, человек говорит, моя миссия добиться, чтобы этой церкви не существовало. Или моя миссия, чтобы вот этот служитель не служил пастору. Но это же, это же фарисейство, это же Савл, это же Савл, который любой ценой, и посмотрите, а там были такие люди, помните, там был один, который распустил собрание, когда Петра там брали, помните, он сказал, там много всяких сейчас ходит, некий Февда, помните, он говорил, там некий Февда, братья, что вы паритесь, это говорилось не христианам, это говорилось фарисеям. Он говорит, смотрите, если это предприятие не от Бога, оно развалится, а если вдруг от Бога, а как бы вам богопротивниками не стать. То есть, смотрите, основание Савла было в том, что он-то был уверен, что он-то служит Богу, и влача мужчин и женщин, уничтожая христиан, он-то верил, что этим он служит Богу, и почему я говорю, что меня очень вставил фильм, меня очень вставил фильм, потому что там не было акцента на Павле, на Савле, он-то остановился, то есть произошел, смотрите, встреча со Христом Савла, это было прежде всего, что? Я бы хотел, чтобы это, если мы пишем конспект, чтобы мы это там зафиксировали, встреча Павла с живым Христом привело к полному крушению его религиозного основания. И поэтому, если вдруг происходят какие-то события, когда ты видишь, что все твое основание трещит по швам, я хочу очень сильно ободрить тебя, брат мой, сестра моя, это не страшно. И если ты сегодня в состоянии Савла, который ослеп, это не страшно. Вопрос, что ты говоришь? Ты говоришь, как Савл, кто ты, Господи? И что ты повелишь мне делать? А я повелю тебе, я уже повелел некому мужу, Божьему Ананию, Анания придет помолиться за тебя, и там потрясающие сцены, встречи с Анани, и Анания, да я знаю, я тебя жду, мне уже Бог сказал, и мне Бог сказал, давай молиться, и какой-то фильм такой нормальный, какие-то исцеления какие-то реальные, не вот эти, знаете, как один, хоть вы и смеетесь над фильмом Иисус, который сделали баптисты, которому там 40 лет, на котором я покаялся, но я просто, понимаете, поймите, Вась, у нас не было этих, каких, барби шоу, или как эти, да, да, вот эти, да, барби шауру, барби шауру, вот этих барби шауру, у нас не было, у нас была советская стрижка под бобрик, всех, поэтому я не понял, не понял тогда, что у Иисуса бородка как-то так пострижена, неестественно подстрижена, но он правда какой-то вот такой Иисус. Да, мне тоже нравится Иисус из Избранных, мне тоже нравится Иисус из сериала 2000, ну, мне нравится нормальный Иисус, который живой, но тем не менее, знаете, но вот тут вот сцена такая у Павла, а все эти исцеления были реальными, кровь реальная, и смерть реальная, и когда там этому щекуру обрезали, она реальная, Я люблю реализм, потому что жизнь очень сильно нас... Но, друзья мои, там интересная мысль показана, там делался акцент не на месте Савла. Все, он обратился к Богу, все, он изменился, все. А второй, на поле будут двое, один возьмется, один останется. Вот это вещь, с которой сложно мне как человеку, как душе моей смириться, потому что я гринпис, я бы хотел, чтобы все кошки и собаки жили, чтобы все люди... Мир, дружба, жвачка. И первые 10 лет я вообще никогда это не говорил. Те, кто сегодня очень сильно... Мои друзья, вы даже, может быть, это не слышали. Меня Бог сильно сокрушал. Галина Николаевна это знает, кстати, вот тут у нас были моменты, но мы меняемся с ней, мы одна плоть. Но, вы знаете, первые 5 лет, это было первые 5 лет крушения моего душевного основания. Мне как пастору, Леш, было очень сложно смириться. Я хотел всех-всех-всех оставить, всех забрать на небо. Я всех спасал, я болел искренне, я переживал, я ломался, я плакал, что люди отвергают Бога. И один пастор мне сказал, была одна женщина, кстати, это живая история, это в большом городе Сибири, в соседнем городе, не в нашем, а большая церковь. У женщины кто-то умирает. Реакции разные. У одного епископа родился ребенок-инвалид, и он сказал, я знаю, что Бог хочет прославиться через это, чтобы мое сердце повернулось к инвалидам. А у другого пастора родился ребенок-инвалид, он стал богохульником, стал богохульничать, писать в Фейсбуке гадости, его всем пришлось заблокировать. Это конкретные истории, и тот это реальные личности. Один известный человек, и второй тоже достаточно известный человек. И у этой женщины что-то произошло, никто не может ее осудить. У нее кто-то умер, и у нее пошла крыша. Она конкретно, будучи в церкви, чуть ли там никакой, но не в лидерской, но знаете, есть такие женщины, не лидер, но активистка. Везде, и на мясокомбинате, и на кухне, и везде. Не дай Бог, Лилиана, типа нашей Лилианы. Вроде и не начальница, но везде. Это же везде Лилиана. И раз, ну, Лилиана, ты прошла это время, слава Богу. И раз крыша, вот, да, типа Люции, да. И раз, ладно, Лилиана засмущалась, Люции, я вас не рассмотрел сначала, вы меня будете сейчас крайне. Вот, понимаете, да? Понимаете меня, Люция? И у нее крыша съезжает, она начинает богохульствовать. Она начинает оскорблять Бога. Она уходит в ересь. А я что-то с ней пересекался, и я помню, знаете, этот, пастор, я сейчас с ней поговорю, она придет в себя. И мне пастор говорит, оставь ее, она должна набить шишек. Она не имеет права раскрывать свои уста против Бога. И я так оскорбился, я так плохо подумал о пасторе, как-то он нелюбящий. Но один вечер общения с ней привел меня в чувство. Когда я уже понял, что да, ей не просто шишек надо набить, может, ей еще что-то надо отбить. Потому что она очень гнала. Знаете, когда человек... Стеклянный... Ребят, дело в том, что уже в Писании написано, что непослушание такой же грех, как колдовство. Поэтому поймите, когда человека уносят, когда он в мятеже, это стеклянные глазки, это только... Это только Иисус ослепляющий может превратить Саввла в Павла. Поэтому понимаете, почему сокрушается основание? Это не ненависть Бога, это любовь Бога к нам. Он хочет его перестроить. Но вот я хочу вам сказать мысль такую важную. Что я понимаю под разным основанием? Здесь я хочу очень коротко, в трех минутах, собственное свидетельство. Кто-то слышал, кто-то нет. Ребят, ни в коем случае, простите меня сразу, Стас, Алексей Захаров. У нас только три наркомана в церкви и Вася, да? И один в тюрьме сидел, Саша. Все остальные пионеры, комсомольцы. Простите меня, четверо. Но не сидел я в тюрьме, Саша. Я в тюрьму хожу с 18,5 лет, как покаялся. Как покаялся, сразу в тюрьме оказался. Там проповедовал, да? И я не был наркоманом. И я ни в коем случае не говорю, что это хорошо или плохо, потому что в 2000-е я пережил это время, отвержение, когда я чувствовал себя неполноценным человеком, потому что я был уверен, что только наркоманов Бог спасает. Но поймите, я считаю, и я очень сильно воспалился, когда одна сестра плохо стала говорить о наркоманах. Это хорошая сестра, мы, кстати, с ней большие друзья сейчас. Ну вот она сказала, я ушла из церкви, меня эти братья-наркоманы достали. И я оскорбился. Я не был наркоманом, но я очень оскорбился. Леш, может, ты даже помнишь, что я очень оскорбился. Я уже сказал, слушай, ты молчи, у меня в команде один только не наркоман, это я и еще пару, кто не успели. К Вову говорит, я хотел стать наркоманом, не успел, покаялся, в церковь пришел. И я говорю, извини, пожалуйста, сегодня основное служение сегодня в Африку едут люди, которых была разрушена жизнь. Но, друзья мои, и тем не менее, есть одно опасное. То есть вы поняли, я за, да? И я не надмиваюсь. Но смотрите, в основании. В основании. Вот почему, Леш, ты много-много-много-много-много раз был в центре. Потому что основание твоего обращения первых раз, оно было неправильное. Твое основание было освободиться от наркомании. Мое основание прихода ко Христу было не освободиться от наркомании. Мое основание прихода к Христу было полное банкротство и слом. Слом. Фрустрация. Внутренний надлом. Когда ты в принципе не видишь смысла. И я знаю многих наркоманов, алкоголиков. И Саша Мирончиков здесь вот точно подтвердит, да? Вот разные люди, сидящие там. В местах не столь и то же самое, да? По сути, ты что делаешь, Саша, твое служение сегодня в чем закрыть? Найти вот этих, не вот этих, которые будут объяснять, да, там, как во многих центрах из-за этого написали, базары за прошлую жизнь запрещены. Не те, которые будут своими прошлыми заслугами хвастаться, а которые уже не хотят об этом даже вспоминать, да, Саша? Саша, кстати, ты никогда не хвастаешься. Я, кстати, почти не знаю твоей прошлой жизни, кстати. Ну, правда, давай объективно. Я много чего знаю в современной жизни, но это другое уже. Все нормально? Ты это? Ты не вспотел? А то я вон двух сестер взял, они уже вспотели, я переключился, уже ближних не трогаю, уже на дальних пошел уже. Ну, вы там сидите, дальние, вот ближние есть, вот ближние, а вот это дальние. Саша, ты что-то дальние сегодня, встань ближним. Ну, ты понимаешь, чем я говорю? Ты ищешь тех, кто вот тут вот все, да, сломленные. Понимаете, ребят, если в церковь пришли поджениться, то есть, давайте так, а сколько матерей пришли в церковь? Ну, ваши матери, многие, они были в церкви, они сегодня не в церкви. Почему? Основание неправильное. Потому что, ну, все нормально, я с фамилиями сейчас, мне кажется, можно. Ну, а что, все нормально, мы даже не можем осудить маму Ксюши. Я помню ее спрашиваю, вы что из церкви-то ушли? А я не уходила, я просто больше не хожу. А как? Ну, все нормально, вы мне помогли, спасибо, Ксюшенька, теперь, значит, не наркоманка, она пусть занимается вас там и пусть ходит, все, я за. Так же все остальные мамы. Где ваши мамы сегодня? Потому что они, у них была проблема и Бог ее решил. Но это неправильный мотив, ребят. Правильный мотив, я пулей бросилась вперед, легла пред Богом, тряпкою. Я понимаю, что я без него никто. И вот про праведность, про праведность, когда разрушены основания, что сделать праведник? Смотрите, есть другой перевод. Если устои сокрушены, что может сделать праведник? Очень хорошее, да? Все равно есть какие-то устои. Вот должны быть в жизни человека устои. Это мой устои. Вот мы говорим про ценности, это устои. И когда они разрушены, потому что ценности, это не то, что я декларирую, а то, что через годы проверяется. Я хотела ездить на миссию, да, мне все нравилось, но извините, я съездила пару раз, кроме там желтухи, скарлатины и малярии, я ничего не получил. Там еще пастор всех строит, еще денег надо давать, да нафига мне это надо? Основание не прошло. Основание было другое. Потому что, как говорил сегодня пастор, да, что если это ты делаешь, потому что тебя мотивируют другие, ты рано или поздно будешь разочарован. Но если ты делаешь это, потому что из тайной комнаты с Господом, а мне не плоть и кровь открыла это, а отец сущий на небесах, то сколько людей мне внушали, что я неправильный, сколько мне людей в мире за 30 лет внушали, что я неправильный. Может, скорее всего, они и правы. Но тут такая неувязочка, понимаете? Судите, братья, что делать, нежели слушать больше Бога или человека. Бог-то мне другое говорит все время. Все 30 лет, прикиньте, Бог говорит другое. Вот оно основание. Вот оно основание. Когда у тебя есть основание Христос, не декларация, это понимаете, в Хангуке. И когда мы говорим, Христос, 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 пришла пандемия, и всех вообще снесло. Церкви-то перестали, они же пустые стали. А где Христос? А что так-то? Я пришел, одна сестра пришла первый раз за 3 года. Пришла, как вот мы ходили на кого? На Мацуева или на кого там? А она на пастора Игоря пришла. Ну, я правда, Мурку так, ой, не Мурку, это Григо так не играю, конечно, как он, но она пришла. Так что, смотрите, я тоже звезда. На меня тоже ходят. Раньше говорили, а ты пойдешь, ты пойдешь на того-то или на того-то, ну, как спектакль, на Табакова, там, или на Симоняна, там. А вот недавно в большой церкви просто пастор выходит, вообще никто не знал, как Громс, и говорит, ну, знаете, ребята, вы извините, в общем, короче, я больше не пастор, вообще я уезжаю, и вообще я передаю все пасторство жене своей, она теперь пастор. Да, кстати, и мы с ней разводимся. До свидания. Думаете, я придумал опять что-то? Не, это вот то, что произошло буквально, вот, вот, вот. Другой пастор сказал, все, извините, время трудное, я уезжаю, все. Что происходит? Проверяется основание. Проверяется основание. Я вам говорю одну новость. Прессинг будет увеличиваться, основание будет проверено у каждого. У каждого. И вот про праведность. Правосудие и правота основание престола твоего. Милость и истина приходят перед лицом твоим. А если человек говорит, что он с Богом, прежде всего в его жизни будет правота. Если человек тебе в глаза обманывает, но при этом говорит, что он с Богом, человек не с Богом. Если человек наполнен милостью, состраданием и прощением, этот человек с Богом. Если человек говорит, да, я все понимаю, но я тебе это никогда не прощу, этот человек не с Богом. Понимаете, в основании, оказывается, все можно разложить математически точно. Понимаете, о чем? То есть мы говорим Христос. И про основание очень много. В Евангелии Луки, 1 главе 4 стихе, говорится, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты наставлен. Павел вообще закладывал основание. И, вы знаете, еще очень важный момент, да, это филиппийцам 3 глава. Здесь говорится, что я все почитаю четую, Павел говорит, 8 стих, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью. Вот все-таки, вот все-таки, в последнее время, в разных конфликтных ситуациях, нестандартных ситуациях, когда ты говоришь, когда ты указываешь на человеку, что его образ жизни, поступки и отношения к людям не соответствуют учению христианскому, а он тебе говорит какие-то странные вещи, он тебе говорит, а что я не так сделал? Вообще, вот вопрос, что я не так сделал, это вопрос самоправедника. У праведника он не возникнет, потому что, а что ты, в принципе, можешь так сделать без Бога? Ты, в принципе, ничего не можешь нормально сделать. И, понимаете, вот закон это как? А укажите мне конкретно, а скажите, в чем я согрешил, а скажите, пожалуйста, может быть, я осла отвязал, а может быть, я работал в субботу, давайте, я принесу 4 голубицы, я вылью кровь, я сделаю все. Это жизнь закона, потому что жизнь Нового Завета это совсем другое. Это не то, что ты сделал, а вопрос, что ты не сделал, я тебе не буду говорить, что ты сделал, я тебе скажу, что ты не сделал, ты за многие годы не изменил отношение к людям, не построил отношение с людьми, не стал яркой, активной частью члена Христа, ты не стал телом Христовым, ты не взял швабру и не помыл пол после дня рождения, но показав этим культуру почтения, что ты служишь этим людям, ты этого не сделал, а если сделал, сделал только для того, чтобы отстали, отвяли и все. Вот в чем твоя проблема. Ты не сделал что-то неправильно, ты просто не сделал. Ты просто не заложил правильное основание, и когда пришла мобилизация, наперло ветры, у тебя снесло крышу. Друзья мои, основание, основание, это то, что будет безнадежно проверено, безжалостно, будет проверяться, будет прессинговаться. И не думайте, что я хочу вам объяснить, что такой красавчик. Все 30 лет меню. И смотришь, вроде балка стояла. Но знаете, как это, вот вы играете вот в эту дурацкую игру, вот недавно показывали, вот это, знаете, вот это. Башня. Я все финал знал, когда она упадет, потому что я знал, что по физическим законам она все равно упадет. А если не упадет, значит приклеили. Потому что все равно, понимаешь, все равно есть величина нагрузки. И в этом плане я все-таки верю в обетование Божие, что Бог не даст тебе сломаться. Понимаешь, Он не даст, Он не сломает тебя, но при условии, что были выполнены правильные работы. Сколько у нас было вот этих? Не только зимние вишни, не только пожары. Сколько у нас этих аквапарков ломалось, заваливалось. Потом говорят, все. Нарушение технологического процесса. Друзья мои, наверное, меньше всего я бы, я не технарь. Вот Тарас, вот все-таки я всегда говорил, Тарас, мы с тобой отличаемся. Я творческий человек, ты инженер. Тарас, ты знаешь, через 30 лет после христа, христианской жизни, я чуть-чуть становлюсь инженером. Я понимаю, насколько важен технологический процесс даже в жизни с Богом. Спасибо тебе за твое сообщение. Оно мне очень нужно было. Просто сегодня ломается жизнь тех людей, которые нарушили. И ошибки были в технологии. Поэтому строители великие, наблюдайте за технологией. Вась, теперь меня в День строителя тоже будут поздравлять, да? Я вообще встрою 30 лет всех вас уже вообще. Мне первому, кому надо каску одевать на голову. Не, ну жената у меня, она в принципе строитель. Она-то вообще строитель. Она меня учила обои клеить. Я только умел их срывать до этого. Давайте встанем. Господь, проверь наши основания. И мы хотим перестроить. Я молюсь сейчас за людей, которые могут быть смелыми и признать, что в их жизни было неправильно заложено основание. Что в их жизни произошли какие-то ситуации. И обстоятельства последнего времени обнаружили. Там, где обнаружился страх, смятение, проблемы, паника. Еще какие-то вещи. Господь, дай нам быть честными. Если ты понимаешь, что да, в твоей жизни есть необходимость перестройки основания. Просто я нет времени вызывать. Ну просто подними руки и скажи, Господь, все возможно тебе. Пожалуйста, измени мое основание. Если что-то было неправильно заложено и когда-то неправильно построено, может быть, были какие-то неправильные мотивы. Может быть, я вовремя не разобрался с характером. Может быть, я вовремя не разобрался с отношением к людям. Может быть, я вовремя не разобрался с двойными стандартами. Может быть, я вовремя не разобрался с какими-то вещами. Может быть, я вовремя не разобрался с какими-то важными моментами. Господь, прости меня и помоги мне. Я нуждаюсь в Тебе, я взываю о помощи к Тебе, Господь. Я просто прошу Тебя. Я просто прошу Тебя, помоги мне перестроить мое основание. В разных городах и странах, таких как Индия, Кения, Конка, Камбоджа, Таджикистан, Монголия, Тыва, Южная Корея. Вы можете поддержать миссионерское служение в этих странах и стать участником мировой жатвы. Осуществить пожертвования очень легко. На сайте церкви вы можете пожертвовать при помощи банковской карты или через банковский счет. Реквизиты счета указаны на сайте в разделе пожертвования. Мы благодарим Вас за Вашу поддержку и участие в миссионерской работе. Пусть Бог благословит Вас!